Факты в лицах на Тагил ТВ. Не столько об образовании, сколько событиях вокруг этой сферы. Мы сегодня поговорим с начальником управления образования Татьяной Удинцевой. Добрый день. Добрый день. Татьяна Аркадьевна, второй месяц уже идет озарительная кампания. Как она проходит в наших загородных лагерях? Довольны нет дети? Как организованы смены? Сейчас уже фактически у нас идет вторая смена. В некоторых лагерях вторая смена завершена. Кто начинал чуть пораньше, началась уже третья смена. Идет все в плановом режиме. Ребята отдыхают. Погода позволяет отдых полноценный получить. Очень много проводится интересных мероприятий, потому что все планы воспитательной работы в этом году посвящены году семьи. 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому такой воспитательный эффект всех мероприятий оздоровительных, в том числе, у нас обеспечен во всех наших загородных лагерях. Надеемся, что всем нашим ребятишкам нравится. У нас есть обратная связь, по которой могут и родители сообщить, и дети сообщить свои впечатления. Но в большинстве своем это положительные эмоции, положительные впечатления. У каждого лагеря есть своя группа ВКонтакте, где они выкладывают все свои мероприятия, которые проводят. И родители, в общем-то, могут посмотреть, каким образом организован отдых и занятость детей в летний период. Вы говорите, где тоже третья началась, что-то так быстро, то есть короткие смены, да, в этом году? У нас в этом году две смены по 14 дней и две смены по 21 дню. А насколько увеличилось количество мест в лагерях в этом сезоне? Потому что каждый год стараетесь что-то где-то добавить, где-то корпуса, где-то там что-то в этажи. Вопрос правильный, совершенно верный. В этом году мы увеличили количество мест в лагерях с дневным пребыванием. На 300 детей в этом году отдыхают у нас в лагерях с дневным пребыванием побольше. А в загородных оздоровительных лагерях мы как раз идем к тому, чтобы появились новые места. Поэтому занимаемся капитальным ремонтом корпусов. И вот на будущий год в нашу сеть уже добавится порядка 100 мест новых, обновленных, отремонтированных. Те корпуса, которые не использовались в лесном ручеке, в звонких голосах, уже будут в эксплуатацию введены в следующем году. Как продвигается решение строительства нового лагеря на месте Рябинушка и Лесная сказка? Там, наверное, какое-то движение все равно должно быть. И хотя бы какие-то планы, проекты, может быть, уже отрабатываются? Движение идет достаточно активное. Конечно, начали мы прежде всего с проработки технического задания по данному лагерю. Что там должно в этом лагере быть? Лагерь условились, что будет на 500 мест. То есть вот для 500 ребятишек в одну смену, чем они будут заниматься, какие будут созданы условия. Это, конечно, помимо современных корпусов и спортивная обязательно база, и для организации досуга детей, чтобы все были условия обеспечены. Лагерь планируется, что он будет круглогодичным. А у нас есть отдых и оздоровление в учебное время. То есть предусмотрели, чтобы были и учебные помещения, учебные корпуса для того, чтобы ребята могли круглогодично оздоравливаться, и при этом от учебы не отставать, чтобы программы тоже были реализованы. Сейчас идет вопрос в активном режиме по земле, потому что это все-таки два лагеря у нас было, объединение их в один земельный участок и передача из федеральной собственности, из федеральных лесов нам. Поэтому такая очень активная работа ведется подготовительная на сегодняшний день по данному объекту. А какое-то название уже приходит, нет в голову? Как назвать? Ну вот Рябинушка, хорошее название, если наисказка, какое-то обсуждение идет? Об этом тоже думали. На наш взгляд это должно быть такое очень хорошее, звуковое, звучащее, вернее, название, которое затем обрастет тоже такими же хорошими традициями, как такие здравницы всероссийского значения, как Артек, Океан. Думаем над этим, может быть, конкурс даже объявим к тому, чтобы дать такое правильное, звучное название, чтобы лагерь, как в известном мультике говорится, как корабль назовешь, так он и поплывешь, чтобы это название было действительно таким амбициозным и дающим большие стартовые возможности данному лагерю. Какова идея размещения детей? Это будет один корпус какой-то или это будут небольшие какие-то избушки, скажем так, красивые оформленные? Нет, не избушки, конечно, будут. Пока это, мы предполагаем, в техническом задании, конечно же, еще будут смотреть и разработчики, и проектанты. Пока это несколько корпусов для размещения детей, не отдельно взятые избушки, конечно. Я так образно сказал, там домики, понятно, где, потому что идеи могут быть разные. Ну, хорошо, давайте перейдем к другой теме. Параллельно идет процесс у выпускников, как сдали экзамены, потому что некоторые даже на пересдачу заявились, и сколько человек пересдавали? 4-5 июля государственная итоговая аттестация завершилась. Это были действительно те сроки, которые определили и были даны нашим ребятам для пересдачи экзаменов, чтобы повысить баллы. Впервые в этом году по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина данная процедура была осуществлена. Данной возможностью, данным правом воспользовались 300 тагильских выпускников 11 классов. Экзамены сданы, результаты мы получим только 15-16 числа, поэтому пока результаты говорить рано, но надеемся, что все наши дети свои возможности показали в лучшем виде и оправдали свои надежды. И, пользуясь возможностью, мне бы хотелось поблагодарить у нас вообще государственную итоговую аттестацию осуществляли 572 организатора. Это те люди, которые педагоги, работники системы образования, которые обеспечивали все необходимые условия для проведения государственной итоговой аттестации. Работали очень хорошо, не допускали нарушений, соблюдали права детей. И я бы хотела выразить им огромную благодарность за их нелегкий труд подчас, потому что это требует особого, так скажем, самоорганизации, дисциплины, чтобы выполнять и работать на предупреждение нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации. Вот за исключением этих, может быть, 300 детей, которые пересдавали, как вы вообще результаты с экзаменами у тех, кто сдал и остался доволен, Ну и там с медалями, как вы назвали? С медалями дела у нас в этом году, на мой взгляд, очень хорошо. Это 160 медалей, которые глава города Владислав Юрьевич Пинаев вручил на городском выпускном Нижне-Тагильском цирке. Это 100 медалей у нас за особые успехи в учении первой степени и 60 медалей второй степени. Ну, как раньше мы называли, золотые, серебряные, такого сейчас понятия нет. 160 медалистов выпустили в наши Нижне-Тагильские школы. Вот из числа 300 тоже кто-то может попасть в медали? Может такое быть, потому что есть такие потенциальные возможности, поэтому надеемся, что, может быть, у нас этот список, так скажем, пополнится. Поэтому пока подводить итоги рановато, посмотрим, как будут результаты учтены тех детей, которые сейчас пересдавали. Пока у нас 9 стубальников. Молодцы ребята. Три у нас стубальника по русскому языку, три стубальника у нас по литературе, по обществознанию один стубальник и по химии два стубальника. То есть ребята вот этого выпуска такие показали результаты. Еще один процесс, который контролирует ваше управление, образование, это ремонты в школах. Две на капитальном ремонте в этом году, 33-й и 70-й. Ну и есть какие-то текущие ремонты в иных учреждениях. Как идет процесс? 33-я и 70-я школа у нас ремонтируются по двухгодичному контракту. Сейчас там проведены уже демонтажные работы. Многие даже жители нашего города уже действительно проезжают мимо 33-й, 70-й школы. Видят, что все, и уже окон нет, и крыши, и кровли демонтированы, внутренние перегородки, какие необходимо демонтированы, штукатурные слова. Скелеты изданий практически остались. Совершенно верно. Когда школа остается фактически, действительно, та окладка, которая есть, и перекрытие в большинстве своем, которое тоже нужно укреплять. Это второе рождение школы. И постепенно, находясь в графике определенной, который утвержден, будет осуществляться ремонт данных учреждений. Как в 32-й школе было это, в 23-й школе, в 48-й школе. То есть это действительно второе рождение школы. Ну, а на Ваш взгляд, активно нет? Там ведется работа? Работа сейчас ведется очень активно. Все работают в графике. Надеемся, что все договорные обязательства будут вовремя выполнены. Где еще какие-то работы капитальных характеров, каких школ? В этом году большие ремонтные работы. У нас, конечно, спортплощадка школы 44. В этом году у нас очень тоже такой объект, значимое преобразование в школе номер один ведется. Это ремонт кровли, это замена системы вентиляции. То есть это такие большие тоже капитальные ремонтные работы. У нас ремонтируется кровля Дзержинского дворца детского и юношеского творчества в этом году, клуба «Рудничок». Это структурное подразделение Тагистровского дома творчества. Это вот такие большие, так скажем, работы. Помимо этого, мы в этом году ремонтируем еще, делаем ремонтные работы кровель 18 дошкольных образовательных организаций в 62 школах и дошкольных учреждениях, меняем окна. То есть идет такая планомерная большая работа по подготовке учреждений к началу учебного года по выполнению предписаний надзорных органов. То есть готовимся. Ну и тут же параллельно идет уже прием к артисту школ, где подготовка к началу учебного года завершена. Кто у нас, какие школы прошли? Много нет? По зеленой, скажем так. Комиссия, которая принимает школы к учебному году, она межведомственная. Ходят представители надзорных ведомств в данную комиссию. В 42 школах надзорные органы уже побывали. На сегодняшний момент идет работа по подписанию актов готовности образовательных организаций. То есть можно выделить такие школы, как 95-я, 7-я школа, 39-й лицей, которые пойдут в числе первых по подписанию. Где идеально практически готовы. Да, где фактически школы подготовлены к началу учебного года идеально. Конечно, у нас вопрос, который на особом контроле, это обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций, в том числе и безопасность уличной дорожной сети, которая прилегает к нашим образовательным организациям. Поэтому и этот вопрос тоже находится на контроле. И тоже при наличии определенных условий ГИБДД подписывают у нас акты готовности образовательных учреждений к началу учебного года. Благодарю вас за участие в нашей программе. Вот такие задачи пока идут. Летние каникулы решают управление образованием. О них рассказала начальник управления образованием Татьяна Удинцева. Всего доброго. Оставайтесь на АТГИЛ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин